Привет всем из Вены! Мы сейчас находимся на УБСЕ, на Парламентской ассамблее УБСЕ в Вене. И мы уже просто, мы, наверное, за два дня, мы столько говорили, мы просто километры речи выдавали. И, конечно, мы говорили о всех тех нарушениях, которые происходят в Казахстане, я говорила непосредственно по Казахстану, и, наверное, ты говорила немножко шире, потому что открытый диалог покрывает не только Казахстан, но и другие страны бывшего Советского Союза. Но я хочу сказать, что это была очень-очень продуктивная сессия. Мы очень много говорили о том, что происходит в Казахстане, о всех этих... Казахская делегация здесь находится, и она рассказывала о замечательных реформах, которые происходят, о том, что изменяется закон о мирных собраниях, о том, что у нас можно спокойно протестовать, и что меняются подходы в отношении к свободе речи. А мы просто объясняли им, что на самом деле все эти слова ничего не значат. Когда в преддверии митинга 22-го числа уже идут массовые задержания, идут массовые преследования гражданских активистов по всему Казахстану, рассказывали о том, как вырубается интернет, рассказывали о том, что политических заключенных продолжают держать. И, конечно же, мы называли имена всех наших ребят, которых продолжают держать за стенку. И это как-то совсем не подходило к картине, которую рассказывают казахстанские власти, что, оказывается, можно спокойно протестовать в Казахстане. И это вообще просто вид спорта. Вы знали о том, что выйти на протест в Казахстане — это вид спорта? Так же легко, как на каждой европейской стране. Это просто они сравнивали все время. Но точно так же, как и перед европейской комиссией протестуют, точно так же у нас приходят и протестуют. И никаких последствий нет. И мы объясняли им, как у нас людей, которые выходят на митинги, организованные, допустим, ДВК, могут арестовать, а потом преследовать как членов экстремистской организации. И мы, конечно же, разговаривали о том, какие механизмы могут быть использованы для того, чтобы защищать участников мирных протестов и тех, кто преследуется по политическим мотивам. Мы встречались с делегацией из Нидерландов. И благодаря им мы могли провести мероприятие, которое было посвящено, каким образом Турция, Китай, Казахстан, Россия и даже Молдова, например, могут сотрудничать для того, чтобы преследовать по политическим мотивам. Какие они используют механизмы международные, например, как Интерпол, экстрадиции, межгосударственное сотрудничество, или, например, вмешательство для того, чтобы человек не мог получить политическое убежище, или, например, аннулирование паспортов при помощи системы Интерпола, или же, например, каким образом они пытаются воздействовать на другие правительства, чтобы вообще лишить человека резидентства, как в случае с уйгурами. Поэтому мы... И также, так как мы находимся в Вене, у нас была уникальная возможность встречаться с парламентариями из Вены, из Австрии. И мы ходили также, помимо того, что мы находимся на парламентской ассамблее ОБСЕ, мы ходили в парламент Австрии и встречались там, и говорили о том, что происходит в Казахстане, говорили о ситуации в Казахстане, о так называемом транзите, который пытаются представить казахская делегация. Ну и мы думаем, что, возможно, в ближайшем будущем мы сможем провести слушание по Казахстану здесь, в парламенте Австрии. Вы это могли еще рассказать по поводу новых законодательных актов, которые в США хотят сделать, по поводу коррупции? Всем привет! Я с людьми милая могу рассказать. Мы просто реально вот так устали. Я все спихиваю и на воду. Знаете, чем хороша площадка ОБСЕ? Это одна из таких крупных площадок, где присутствует очень большая делегация из Соединенных Штатов Америки. То есть здесь есть представители. Помимо того, что у них есть дипломатическая миссия здесь, также приезжают конгрессмены из Америки и также здесь люди, которые из правительства США. У нас была очень с ними продуктивная встреча. Мы рассказывали о происходящем в Казахстане. Они пришли на наши мероприятия, что нам было очень приятно. Но интересную вещь они нам рассказали, что в дополнение к существующему закону Магнитскому, который уже принят и работает в США, сейчас разрабатывается целых четыре законодательных акта, которые непосредственно будут атаковать клиптократов. Один из актов называется даже «Круг», это «Мошенник». Это акроним, который будет использоваться. Я не помню. То есть это в борьбе... Я слишком устала. Это цель его атаковать именно высокопоставленных коррупционеров и олигархов, которые фактически разваловывают национальные богатства своих стран, и которые... Это называется «Captive State». То есть фактически захватывают, держат заложники не просто отдельных людей, политических заключенных, а целые государства, целые нации. И мы, конечно, как представители гражданского общества, мы очень поддерживаем эту американскую инициативу и будем говорить на всех европейских площадках об этом тоже. Так, у меня рука уже устала держать. Извините, у нас... Ребята, давайте, всем удачи 22-го. Держитесь, мы с вами. Да, всем пока-пока. Пока-пока.